Добрый день, уважаемые трейдеры инвесторы. Сегодня 17 октября, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компаний ИнстаФорекс, локодип который, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Друзья мои, сегодня у меня несколько торговых идей, будет что обсудить. Давайте сразу приступим к анализу графиков. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек пары евро-доллар, которые подрастают, подрастают и это хорошо на самом деле, потому что у нас есть сценарий на понижение от верхнего слома. Надеюсь сюда мы достанем. План такой, что мы можем в принципе еще протянуть как минимум столько же и уже отсюда попытаться подкорректироваться, либо даже свалиться. Очень интересная зона. Что касается золота, золотишко тоже подваливает. Пока к лонгам. Мощный лонговый импульс, который поломал шортовый сценарий, ну как минимум от нижней зоны, произошел. У нас тут полтора раза отступило, но не худший вариант. Напоминаю, что по золоту внизу осталась площадка, за которой могут сходить. Через какое-то время произойдет непонятно. В конце недели у нас выступает Пауэлл. Возможно в этом и кроется секрет разворота золотишко. Но, как говорят многие, золото растет на опасениях новой масштабной глобальной войны на Ближнем Востоке. Переходим к паре фунт-доллар. И сегодня я дал идейку насчет прикупиться этому инструменту по площадке, которую оставили греческие маркетмейкеры вчера, остановив фунтик наверху. План на рост через слом. Давайте посмотрим. Итак, площадка есть, инициатива есть. На что можно опереться в наших лонговых потугах? Конечно же, на ближайший лонговый слом, который вот прямо здесь и находится. Значит, план такой. Подрастаем, потом корректируемся, садимся на лонговый слом, от него покупаем на вот эту двойную вершину по котировочке 1.22.23. Риск за вот этим минимумом. Соответственно, примерно 2 к 1 здесь можно подзаработать. Вот что касается доллар-иена, друзья мои, сегодня давал тоже торговую идею номер 2, либо, как говорят англичане, номер 2. Вот 3 по-английски я не буду вам говорить, дабы не вялить ваши трейдерские уши. Значит, доллар-иена. Мне понравился сегодняшний резкий обвал доллар-иены. Значит, банк Японии опять проснулся, хотя там еще темно. Но импульс прошел, откат на, представьте себе, шартовый слом. И если вы посмотрите, то доллар-иена начала корректоститься и уже дает примерно 1 к 1. Куда инструмент может свалиться? Он может свалиться в бездну, а может свалиться до ближайших целевых уровней, которые нам интересны. Мне интересует первый уровень, это минимум новой проделки Банка Японии, которая произошла сегодня. И максимум это обновление старой проделки Банка Японии, которое было у нас в начале октября месяца. В любом случае, соотношение стоп от профита здесь очень и очень заманчиво. Австралийский доллар начинает подрастать, так как у нас начинает слабить бакс через все, что я сейчас показал. Инструмент, конечно, просто страшный сон аналитика. Почему? Потому что внизу площадка тут, сверху площадки тут. Все везде поставлено, болтается, как австралиец в проруби. Ну, в общем, как бы очень странный инструмент. Я его, наверное, вообще удалю. Что вы думаете по этому поводу? Доллар-канадец. Доллар-канадец пытается отскочить от нижней границы своего такого сломчика. Который происходил у нас на прошлой неделе. Но прикол в том, что верхнюю границу он удержал и дает очень неплохое соотношение. Напишите, кто зашаркюкал этот инструмент от верхнего слома. Что касается доллар-франка. Напоминаю, что франки и все дальше кроссы. А доллар-франк не является кроссом. Мы обрабатываем исключительно в рамках сеточного метода торговли. И меня этот инструмент интересует после означенных важных пробоев в квартальных, годовых, полугодовых экстремах. И впереди у нас минимум года, где мы будем разбрасывать дружную сетку лимитных покупок. Шага не менее 500 пунктов по никому не понятному пятому знаку. Канадец иена подваливает в бездну. И у нас на эту бездну есть идея в рамках лонгов. Не менее 500 пунктов по пятому знаку здесь можно раскинуть. И попытаться заработать на коррекционном движении. Как это происходило уже много-много раз. Канадец иена. Канадец иена пока стоит на хаях. Если будет обновление хаев, шаг не менее 1000 пунктов здесь должен быть. Инструмент очень-очень перекуплен. Я думаю, что проделки Банка Японии не оставят этот инструмент на этих экстремах. Та же самая идея по франк-ене абсолютно зеркальная. Если будет пробивать хая, будем набирать шарты. Шаг не менее 1000 пунктов. А у дикат не так и не сделал перелоу минимум текущего года. Где мы бы встретили его дружная сетка лимитных покупок. Шагом не менее 500 пунктов. Инструмент короткоходный. Но свои хотелочки мы просто переносим с лево на право. Идем дальше. Новозеландец-канадец. Ждем обновления только 2022 года и не жужжим. Новозеландец-франк. Ждем обновления минимума года и набираем сетку лимитных покупок. Шаг 500. Австралиец-новозеландец. Я смотрю, дал такого прям хорошего-хорошего лонгового дроздишки. Дроздишки, да? Это очень хорошо. Почему? Потому что планы на продажу у нас сверху есть. Мы просто их переносим и ждем, когда инструмент выйдет. Обратите внимание, что минимум последних месяца 2-3 инструмент пробил ложное. То есть даже пробои вот таких вот месячных лоев с сеточкой можно прям набирать. Инструмент прощает очень много ошибок. Будьте внимательны, его можно трепать. Что касается нефтяночки, друзья мои. Она героически отработала трехволновую структуру от слома, который произошел перед близне-восточными войнами. Да, то есть гэпчик, откат на слом и удар в третью волну. Очень-очень здорово. В принципе, что мы влетели в шартовый слом, теперь обтекаем. Ждем новых идей сломов. Есть откуда покупать и от нижних зон. Сверху не было таких значимых сломов. Но аж четвертые сломы прямо на нефти неплохо работают. Что касается газа, так и мы не дожали еще зеркальный уровень. Ждем, когда это произойдет. Биткоин вчера просто всех подшокировал. Подшокировал своими импульсами. Но все-таки шартовую структуру еще не пробил. Я имею ввиду, не переписал вершину лета. После вот таких супер импульсов, планы на обновление лоев, на мой сугубо некомпетентный взгляд, только возрастают, друзья мои. Все это похоже на какие-то мыльные пузыри, которые должны сдуться об обновлении стопов покупателей. Я так думаю, что думаете вы? Шартовый слом большого плана в этой зоне остался еще не пробитый. Не пробитый, все это бьется. Не зря этот инструмент в нашем рейтинге, рейтинге чата нашего, назвали по-моему самым разводным инструментом. Ну в любом случае, кто работает с большими стопами и большими тейк профитами, ничего страшного не случилось. Переходим к доллар-рублю, который не растет, не падает. 97, конечно, не 102, я говорил о том, что будут удерживать, будут удерживать наши доблестные финансовые спецслужбы, назовем их так, этот уровень. И план такой, если опять залетаем за сотку, то там можно набирать шарты тоже, я думаю, сеточкой. Также это все будет отскакивать, потому что, на мой взгляд, это все уровень, который называется доверие к центробанку. Так, переходим к интересным инструментам, большим-большим, очень большим красам. Так, евроену мы не трогаем, еврофранк мне интересует, валится вниз, ниже 2022 года будем набирать, благо тут осталось немного. Евро-Ауди, я так понимаю, Австралия сегодня шалил, но еще не дошел до целевых зон, как отрабатывать сеточки, показаны у меня на графике, я думаю, для вас будет неплохим примером. Так, евро-кадик ждем только ниже минимума 2022 года, либо выше 2023. В принципе, все, что там, сильверочек, сильверочек подбычивает, подбычивает, но удержал поколонговый слом, будем, как говорится, наблюдать. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 7 комментариев. Андрей, подскажите, пожалуйста, в каком-нибудь участке евро-доллара логику отработки сломов, работанных сломов, то есть есть, то есть, если цена движется в сторону слома, то, а он уже был оттестирован, то в какой слом тогда целится, если мы торгуем стратегией от слома к слому? Павел, ну, блин, я не знаю, лучше переадресуйте этот вопрос в один из моих мастер-классов по сломам, и я просто, наверное, напишу еще один мастер-класс, чтобы это все было в тему. Ну, в лучшем плане, конечно, ответ самый простой, это сломы по тенденции, естественно, находятся в большей вероятности, чем сломы против тенденции. Ну, а как вы определяете тенденцию большего таймфрейма? Тут уже, как бы, такой момент спорный. Я целью больше в те зоны, где, ну, где есть цель, то есть, для меня цель первичная, а слома уже вторичная. То есть, если есть хорошая цель, то я буду выбирать сломы в сторону этой цели. Такой вот ответ. Будьте здоровы, и вам не болеть. Евро и фунту еще долго расти. Ну, пусть растет, ради бога, наша задача заработать денег с хорошим соотношением, сток-профиту. А вот эти все растилки, будем долго расти, долго падать. Я уже столько слушал этих сказок, знаете, они, на этом не заработать денег, только создать ажиотаж, который никому не нужен. Я дав в отпуске, не знаю, где он там в отпуске, либо нет. Рост доллар ударил по вашему патриуму на кармашку, а не по моему, я не знаю, о чем вы вообще говорите. Я вам, если это вы или не вы, вчера показывали, я показывал, что один тейк профит по нефти перекрывает два стопа по золоту. Но, опять же, если брать от сломов, и еще остается еще плюс одна часть. То есть, при работе процентом от депозита никаких проблем я вообще не вижу. Тем, кто кто-то упирается в лонги, в шорты, я вам еще раз говорю, друзья мои, мерьте соотношение стопа к профиту, либо профит-фактор. Все остальное, это пустое сотрясание воздуха. И об этом, кстати, дорогие мои трейдунята, я вчера записывал очередной мастер-класс по трейдингу, который находится на ютубе ИнстаФорекс. Вот прям вот здесь и прям вот здесь. И вчера вышел 92-й мастер-класс, называется Профит-фактор, где я полчаса рассказывал всякие интересные истории про психологию и, собственно, как опуздать свои игроманские таланты с помощью банальной математики. Не торговал, ничего не чертил, просто рассказывал, потому что уже много чего я вам показал, поэтому просто хотелось поболтать. И, в принципе, даже в режиме такой аудиокниги вы можете посмотреть, ну и обязательно оценить, написать пару комментариев и поставить, естественно, лайкосик. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации, тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям, почту, которую я не читаю. Есть открытый телеграм-чат, где мы обсуждаем все трейдерские вопросы, помогаем трейдунишкам в сложном пути. И также есть партнерская программа «Моя Синстафорекс», через которую вы можете не платить свопы вообще в этой брокерской компании и торговать с очень малыми спредами. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. Также открыт, закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok